Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики канала Дрожа! Была ли у вас когда-нибудь мечта, чтобы поиграть наконец-таки в Don't Starve Together на телефоне? Походу, эта мечта вот-вот скоро сбудется. Если вы хотите узнать, как играть практически в любые игры на мобильном телефоне, при условии, что они у вас есть, конечно же, включая Don't Starve Together, то присаживайтесь поудобнее, наливайте чайку, влепите лайк, и я сегодня вам расскажу, как все это сделать. Для этого вам, соответственно, понадобится сама игра на вашем компьютере, конечно же, сенсорный телефон, или вы собирались играть на Nokia 3210, нет? Слава богу. Достаточно хороший интернет, причем советую использовать только Wi-Fi, ни в коем случае не мобильный интернет, а то вы просто просадите все деньги мгновенно. Ну и, конечно же, проследовать инструкции, которые я сейчас расскажу. В первую очередь, на своем устройстве зайдите в Play Market. Там, в поисковой строке, вбейте Steam Link. Как только вы его найдете, установите его. После установки откройте Steam Link и начните работу. Выберите третью вкладку с показыванным планшетом и телефоном. Тут у вас выставятся ближайшие, подключенные к сети компьютеры. На данный момент у меня один компьютер, и я к нему подключаюсь. Как только вы нажмете эту кнопку, на телефоне высветится код четырехзначный, а на компьютере попросят авторизоваться с помощью этого кода. Вбиваем код. Дальше идет проверка вашей скорости интернета. Скорость интернета может скакать в разные стороны, так что не парьтесь. После того, как система проверит ваш интернет, начните пользоваться этой программой. Ваш Steam перейдет в Big Picture, а на телефоне начнется трансляция вашего монитора. Теперь вы можете с легкостью выбирать различные игры из вашей библиотеки и играть во что хотите. В программе существуют настройки управления. Вы можете включать-выключать управление, как будто бы вы играете с контроллера. Также у нас есть прямые курсоры, выключенная мышь и трекпад. В зависимости, что вам удобней. Также можно вызывать, конечно же, клавиатуру. Все, ребят, вуаля. После этих настроек, если вы все сделали правильно, вам остается только выбрать, во что играть. Внимание, очень мало игр, которые действительно более-менее адаптированы под игру на смартфоне. Да, с помощью настроек можно облегчить себе и более-менее, но с костылями управлять в некоторых играх. Но в той же не голодайке это на данный момент не особо прям удобно, так что будьте внимательны. Таким образом, можно рассчитывать на то, что в ближайшее будущее появятся более-менее качественные аналоги или, возможно, доработки и улучшения этой самой программы Steam Link. Не ограничивайтесь только на Don't Starve Together. Помните, что с помощью этой программы вы можете играть в абсолютно любые игры вместе. Вы даже сами можете запустить какую-нибудь игру, правильно настроить свой смартфон и, валяясь на кровати, спокойно играть в игру. Нафиг эти компьютеры, да? Я считаю, это просто шикарная программа и у нее очень много различных крутых и классных функций. Вон, вы даже можете в Minecraft играть, хотя это нет, это вообще неудобно, если честно, так что не пытайтесь, правда, ужасно. Но, по крайней мере, мои знакомые уже проверили и в Enter the Gungeon весьма удобно играть. С вами был я, Жека, и надеюсь, на вот такую вот полезнейшую информацию вы не зажлобите лайк. Ну, серьезно, ребят, ну че вы как вот не свои, а? Это очень офигенная штука, ее нужно продвигать. Советуйте друзьям, играйте вместе с ними, потому что если мы вместе с вами будем ею чаще пользоваться, дядюшка Габен не закроет ее нафиг, и мы с вами увидим, возможно, в будущем мобильный гейминг, где мы спокойным образом можем играть в Assassin's Creed, Ведьмака и в различные другие игры. Так что всем удачи, до скорого и не голодайте, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok